Несмотря на то, что вчера я приехал в почти 4 утра домой, сегодня у нас суббота, и мы снова в университете. Ну, вернее, я в университете, мне нужно подготовиться на понедельник, просто собрать всё, что было, чтобы я пришёл, и всё было готово. Ну, и забрать нашу машинку. Как ты? Когда Саша приехал в 4 утра где-то, да, ну, ночи, я крепко спала, а потом как проснулась, ещё за секунду до того, как он вообще входил в квартиру, не знаю почему, может, почувствовала, я бы убежала встречать. Два дня это, конечно, много. Итак, пробуем завести наш Opel. Стоял он, конечно, очень долго. Я его, наверное, неделю не заводил. Может, даже больше. Так, накачать бензин у нас минус 2,5 градуса. Холодно. О, тысячу километров запас хода. Вот это меня радует. Так, ну, пробуем. Итак, очередное занятие закончено. Сегодня у нас было литьё. Литьё в песчаные формы. Как это делается? У нас есть две формы. Она складывается с верхней и нижней части. Также у нас есть образец, по которому мы будем делать. Состоит он также из двух частей. Верхней и нижней части. Сначала мы ложим нижнюю часть, засыпаем форму песком, специальным песком. Вот у нас есть вот такой вот песок для форм, для литья. Есть, конечно же, ещё глина, но с глиной очень много мороки, поэтому я с ней не заморачивался. Засыпаем всё песком, запрессовываем этот песок хорошенько, потом форму переворачиваем и ложим вторую часть. Но со второй частью уже всё не так просто. Для второй части нам нужно произвести два отверстия. Отверстие для воздуха, где оно будет выходить и отверстие, куда мы будем заливать наш металл, жидкий металл. Соответственно, производится ещё два отверстия. Потом эти формы снова разъединяются. Достаётся наш образец, в данном случае пластиковый. И у нас получается форма. Форму опять закрываем, заливаем туда жидкий металл, ждём и получаем примерно вот такое. Вот такое, но его потом нужно обрабатывать. Как-то так, если в двух словах, если рассказывать всё совсем просто. Вот, у меня такой вопрос. Что вы делали с лимонной кислотой? Ну, там еду добавляли, да? Не знаю, ещё куда-то там в чай, возможно, кто-то добавляет. Что делаю я с лимонной кислотой? Образцы чищу. Лимонную кислоту развёл с водой в концентрации, чтобы получить 9% лимонную кислоту. И чищу образцы. Вот, можно найти полосочку и увидеть, какая разница. Надеюсь, на камеру видно, разница большая. Ну, и здесь начинается окалена после сварки. Окалена начинает чиститься. Видно чёрные и видно уже такие белые, красивые. Вот, я, допустим, таким занимаюсь. С лимонной кислотой. Итак, здесь у нас готовится видеоролик, который вы уже наверняка посмотрели в предыдущих влогах. Ну, я на работе, у нас 8 вечера, смотрю фильм, монтирую ролик. Здесь мои исследования, которыми я занимался. Целый день проводил занятия. Ну, и, конечно же, у нас понедельник день тяжёлый был. Почему был? Потому что он почти закончился. У нас сейчас на часах уже 8.40 вечера. Понедельник не задался, скажу сразу. Потому что мне нужно было приехать заранее на работу. Я вышел заранее. Но автомобиль пожелал не завестись. Не знаю почему, но сел аккумулятор. Причём сел он прилично к 11,7 вольта. Я померил, у нас мультиметр в машине, конечно же, лежит. Хорошо, что был аккумулятор нести недалеко. Рядышком был магазинчик. Я занёс, попросил у них сначала пробовать зарядить его. Посмотрим, что с ним будет. Сказали за зарядку 6 евро. И заплатить надо будет, когда буду забирать. Это получается, его отнес сегодня утром. Завтра утром сказали забирать. Ну, посмотрим. Надеюсь, что он зарядится и больше проблем с ним не будет. Потому что отдавать 100 евро за новый аккумулятор, это пока дороговато. И в планы он совершенно не входил. Потому что в машине нужно поменять ещё впускной коллектор. И впускной коллектор стоит тоже немало. Вернее, стоит он 250 евро. Плюс установка ещё. Ну, надеюсь... Надеюсь, с аккумулятором всё хорошо. Ну, конечно же, я опоздал на целый час. И приехал как раз к занятию. Не за час до занятия, а как раз к занятию. Это было немного плохо, потому что мне нужно было включить электрическую печь промышленную, чтобы она разогрелась до 850-900 градусов и показать студентам лабораторную. Всё получилось. Показал, но пришлось на 10 минут их задержать. Извиняюсь немного, уже за целый день замучился. Показал им всё, рассказал. Наконец-то уже у них последняя лабораторная была. Осталась только защита. Жду их отчёты, жду их домашней работы, чтобы проверить, выставить оценки и закрыть семестр. Это будет ещё через 2-3 недели. Но мы близимся к Новому году. Как-то так проходит мой понедельник. Он уже заканчивается. Что ж, жду, когда дорендерится видеоролик. Поеду, заберу жену. Сегодня на автобусе. И погедем домой. В общем, какие-то такие новости с полей. Так, конечно, камера ночью снимает ужасно просто. Не знаю, почему так. Ну да ладно. Тем временем у нас 9 часов 10 минут примерно. И я решил пешочком пройтись к факультету электроники. Прогуляться, подышать воздухом, помёрзнуть. Потому что у нас, мне кажется, явно меньше нуля. Ну, это полезно ходить, блядь. Почему бы и нет. Потому что целый день сидишь. Сидишь на этой работе практически. Ну, сидишь, ходишь, рассказываешь студенту. Но всё равно это в помещении. Ой. Нужно больше гулять. Нужно больше гулять на улице. На чистом воздухе. Не вот на улице, где автомобили ездят. А в парк. В парк, в лес куда-то подальше. Как-то, ну, такое мнение нужно. Ну, едем на автобусике. На улице ночью. Не видно ничего. Как-то вот так проходят наши вечера. Снова ремонтируем панель климат-контроля. Уже в другой машине. Опять нужно было просто пропаять. Пропаять кнопочку. Потому что она не нажималась. Ну, надеюсь, всё получится. Ну, и как всегда, инструкцию читаем. Кино смотрим. А, это наш свет. Который вы ещё не раз увидите. Ну, и, конечно же, домашнюю работу для студентов готовим. На литовском языке разбираюсь. Других вариантов нет. Вот, изучаю литовский язык везде, где только можно. А фильм, кстати, я уже не раз его показывал. Это Озерк сериал. Довольно интересный. Кто хочет, можете посмотреть. Он такой детективный. Там два сезона всего лишь. Итак, что у нас с автомобилем? Панелька климат-контроля, которую я вчера делал. В чём была проблема? Должна вот нажиматься кнопочка и открываться меню климата. Она не открывалась. Ну, всё починил. Теперь она открывается. Колёсико крутится. Но, опять же, колёсико крутится. Я не скажу, что оно очень хорошо. Ну, уже лучше, чем было, по крайней мере. Это работает. Что ещё? По аккумулятору. Аккумулятор, конечно же, сдох. Его можно было поставить назад, но с ним были бы проблемы. Его нужно было бы всё равно постоянно заряжать, потому что всё-таки машина дизельная. Для неё нужен аккумулятор помощнее. Поэтому аккумулятор купил на 78 ампер-часов. Машина стала заводиться намного лучше. Если за старым аккумулятором мне надо было прокрутить так секунд 5 или даже больше, так сейчас за 2-3 секунды она заводится. Нужно ещё будет проверить свечи, но это будет немного позже, потому что я заказал одну детальку, которую нужно поменять. Стоит она 200 евро. 200 там плюс прокладка, ещё 220 руб, как говорят. То есть 20 евро стоит деталь. Вот когда её будут менять, я думаю, посмотрят и свечи попрошу, и тогда уже можно будет говорить какие-то выводы. Пока машина устраивает, ездит всё, особенно экономичность. Устраивает экономичность – это наше всё. Субтитры сделал DimaTorzok Вышли мы пройти по центральной улочке, по кафе, и здесь уже ставят ёлку. Так что в субботу будем идти смотреть, что же у них получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...